Попасть в разработку стало тяжело или практически невозможно. Очень часто именно такой тезис я слышу от ребят, которые стоят на пути вхождения в IT. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Всем привет, с вами Николай Сверидов. Это значит, что вы по-прежнему на моем канале, где мы продолжаем обсуждать различные прикольные около-IT питания и вещи. И прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить своих спонсоров за то, что поддерживают меня не только лайком, репостом, комментарием, но еще и финансово. И, друзья, если вы хотите присоединиться к спонсорам и поддержать меня еще и копеечкой, вы можете сделать это, оформив комфортный уровень пожертвования на платформе Patreon Boosty или сделать это на YouTube для тех, кто оформит уровень код-ревьюер-спонсорства. Открыта вся моя отложка, которая расписана уже на месяц вперед, и она постоянно пополняется. Ну а теперь к теме. Итак, как же изменился порог входа в Python Backend-разработку? Я хочу подвести в этом ролике также промежуточные итоги своего эксперимента по попытке откликаться джуновскими резюме на вакансии. И обязательно расскажу вам, чем это сейчас на данный момент, в какой точке все это находится. И я не смею говорить про Data Science или ML, поскольку я работаю все-таки в backend направлении и оценивать буду с позиции того, что я встречал на собеседованиях три года назад и как они проходили, и как было сложно или не сложно, наоборот, откликаться на вакансии. То есть я нарисовал табличку, я очень люблю таблички, я думаю, вы знаете это. С одной стороны было, с другой стороны стало. И будем сравнивать момент три года назад и то, что мы имеем, собственно говоря, сейчас. Для тех, кто не знает вводных данных по поводу эксперимента, который я проводил, я написал резюме джуновское, я обязательно оставлю ссылку на него или на скриншот в комментариях к этому видео, либо в описании, и решил посмотреть, а вообще, насколько тяжело человеку с каким-то либо маленьким опытом, либо с его отсутствием, в принципе, вообще зацепиться хоть за что-нибудь. Я регулярно обновлял свое резюме, то есть поднимал на сайте HeadHunter в поиске, скажем так, я нажимал кнопку обновить дату, и вот какие у меня результаты. Давайте сначала вспомним, что у меня было три года назад. Я могу сказать, что мое резюме без опыта работы, его, правда, просматривали. То есть туда приходили люди, и у меня довольно быстро набралось несколько сот просмотров на моем резюме. И мне не писали, когда у меня не было совсем опыта, однако проявляли интерес компании, которым нужен был просто человек, который будет работать в каком-то, ну, около IT-направлении. То есть мне предлагали такие должности в каких-то около IT-шных отделах. Это была не разработка, это были различные техподдержки, каких-нибудь там баз данных. То есть были готовы учить, говорили, давай, дружище, приходи к нам, мы тебя прокачаем, потом, может быть, уйдешь в свою разработку. Вот, я на это не повелся, я сразу решил обратить на себя внимание, поэтому я стал откликаться на вакансии. И без опыта действительно отклики просматривались. Причем меня звали на несколько собеседований, и меня это привело к моему первому офферу. Если говорить по ситуации, что происходит сейчас. Сейчас без опыта мое резюме в принципе не просматривают. Я когда разместил его, то есть я смотрю на количество просмотров, которые у меня за неделю, и их достаточно мало. И я начал, сначала у меня было резюме практически без опыта, да, я там написал, что я учился на курсах, какие-то попытался сертификаты прикрепить, потом я убрал сертификаты, добавил опыт работы. И вот сейчас я в третьей стадии, когда я откликаюсь резюме, где у меня будут и сертификаты, и какой-то минорный опыт работы. То есть что за опыт работы я сейчас в свое резюме включил? Я написал, что я занимаюсь разработкой телеграм-ботов под ключ, но это действительно так, я очень люблю писать какие-то телеграм-боты для себя, да, и для своих друзей. Собственно говоря, тут я не соврал, да, а также участие в проектировании каких-то CRM, это как раз вот боевой проект на Джанго эмулирует меня как вообще полного нуба, который пытается что-то написать. Вот, соответственно, шел я потенциально на собеседовании вот с этим багажом, да, то есть по сути там прочитал документацию, посмотрел какие-то курсы и что-то попытался изобразить из этого. Так вот, сейчас действительно стало тяжело обращать на себя внимание. И сегодня мне, например, пришел отказ в компанию, где моя, скажем так, описательная часть резюме полностью соответствовала тому, что в профиле кандидата у работодателя потенциального, и мне отказали, то есть хотя у них было написано, что мы сначала даем тестовые задания, мне даже тестовые задания не дали, написали, что мы ознакомились с вашим резюме, спасибо, мы, возможно, свяжемся с вами потом. И, собственно, итог этого пункта, то, что действительно стало тяжело обращать на себя внимание, почему так произошло, да, и на самом деле это причина вообще очень многих вещей, о которых мы будем говорить дальше, это очень много новичков сейчас находится на рынке, и очень большое количество откликов на вакансии. Я повторяю об этом в каждом ролике. Ребята, статистика такая, что когда мы говорим про джуновское или стажерское резюме, там за несколько дней налетает просто несколько сотен резюме, и надеяться, что ваше резюме каким-то образом на HeadHunter вот оно возьмет и выделится, это, ну, оно должно быть прям особенным. Мы попробуем, я сейчас попробую как-то усовершенствовать свое резюме, я не останавливаю свой эксперимент, я хочу все-таки дойти до какого-то уже золотого способа, как обратить на себя внимание, да, оригинального. Вот. Ну и, разумеется, рассказать об этом вам. И получается ситуация следующая, что очень много соискателей после различных онлайн-школ, среди них есть хорошие ребята, но в большинстве своем на рынке новичков полный провал по знаниям, да, то есть это огромное количество тех, кто хочет уйти из своей специальности и перейти в другую, манимый деньгами, и, ну, давайте не врать, большинство все-таки из тех, кто хочет соскочить со своей специальности, идет туда за деньгами, и очень поздно понимает, что кроме денег там действительно надо работать, и зачастую не самая приятная для человека работа, какие-нибудь доступы сидеть, пытаться получить, ну, точнее, постучаться в базу данных, да, и понять, почему она тебя не пускает туда, в конфигах каких-то ковыряться, а не так, как Денис Мацуев на рояле. Сидишь, пишешь на берегу океана, и у тебя все хорошо. Вот. Соответственно, как бы там ни было, кандидатов на рынке очень много, и, естественно, человек, который осуществляет найм к себе в компанию, он должен уделить каждому резюме внимание, и это иногда физически просто, что невозможно сделать, это титанический труд. Особенно, если мы говорим про маленькие компании. Вот. Поэтому мой совет здесь для вас, это прокачивать свои навыки и знания. Есть, ну, вообще для новичков, я считаю, самая лучшая компания, в которую можно попасть, это какие-то крупные корпорации, потому что там трудится большой штат HR, которые отсматривают, как правило, все резюме, которые им попадают, и дают какой-то фидбэк по ним, да, либо мы вас там приглашаем, либо не приглашаем, и попасть в корпорации, на мой взгляд, целесообразнее, потому что и на этапе вашей подготовки к собеседованию вы очень много изучаете, разумеется, там и спрос выше в корпорациях, но и дают они больше. Об этом я уже записывал ролик, он есть на канале, прошлый можете посмотреть. Вот, я рассуждал о том, какие плюсы, какие минусы есть у корпорации, у компании, которые маленькие. Вот, значит, что по поводу тестовых заданий. Я заметил такую тенденцию, что раньше тестовые задания давали после очного знакомства, то есть получалось так, что если на тебя обращали внимание, то ты приходил на собеседование, с тобой общались, с тобой знакомились, и потом предлагали тебе выполнить тестовые задания, как подтверждение каких-то твоих навыков, не знаю, написания кода, каких-то, может быть, базовых архитектурных моментов, еще чего-то. И здесь интересный момент в том, что сейчас, наоборот, тестовое задание является одним из этапов отсела, чтобы не тратить на вас время очно. И здесь можно обижаться, можно оскорбляться, но поймите правильно, есть компания, которые ищут кандидата. Если кандидатов на одну вакансию несколько сот человек, ну, будем говорить, ладно, несколько десятков человек хотят пройти отбор на эту вакансию. И здесь я не голословен, и когда открывал стажерские и джуновские вакансии на Headhunter, там было написано, с раннего утра, я прошу заметить, эту вакансию сейчас просматривает там 17-20 человек, я уж не знаю, насколько Headhunter там накручивает, но это, ну, факт. И, разумеется, если откликов много и хочется всех посмотреть, зачем смотреть всех, если, ну, это физически невозможно, иначе и HR-ы, и разработчики должны будут вот так вот сидеть целыми днями и там по 4-5 человек отсматривать на потоке. Никаких мощностей, скажем так, корпоративных не напасешься. Поэтому дают тестовые задания. Это могут быть как прохождение теста в Google-форме, что я считаю очень хорошим способом, да, когда там правильно подобранные вопросы, чтобы самые, ну, скажем так, прям таких залетных казачков отсеять сразу, потому что кто-то отсеивается на этапе вообще, в принципе, прохождения этого теста, кто-то, я имею в виду, даже не открыт, ну, видит, что, типа, ой, надо тест какой-то заполнить, не, я не хочу, пойду дальше искать работу. Кто-то заполняет, но ввиду недостатка знаний отвечает неправильно, он отсеивается, и вот уже те, кто прошел вот эту базовую воронку, им выдают тестовые задания, которые они выполняют в соответствии с теми требованиями, которые выдвигают авторы задания, да, а потом приходят и присылают его так, чтобы его проверял уже человек очно, да, и давал по нему фидбэк. Опять же, причина то, что, ну, на 100 человек там проверить каждое тестовое, это кошмар. После чего уже, если тестовое задание выполнено корректно, человека приглашают на собеседование, знакомятся с ним, общаются и принимают решение о его найме, либо об отказе. Скажу, что за время моего эксперимента я получил несколько тестовых заданий, я ни одного не сделал, ввиду плотного графика своего, да ладно, я просто болел, и, короче, все, слушать мои оправдания. В общем, я постараюсь хотя бы одно тестовое сделать, на самом деле, там просто работодатели меня не очень заинтересовали. Значит, кто очень охотно откликался на мои мольбы принять меня на работу, это чаще всего были маленькие компании, либо компании, которые являются государственными, ну, то есть, это либо маленькие компании совсем почти там без денег, то есть, зарплата порядка 40 тысяч рублей там была, либо государственные компании, там, что-то не айтишное, там, какая-нибудь ФМБА, то есть, это сидеть, работать в лаборатории, писать какие-то скрипты, скорее всего, вот, то есть, ничего айтишного там не было, но, всегда можно заслать свое резюме в какой-нибудь Яндекс, там, в Тинькофф, не знаю, в Сбер, что еще, куча-куча всяких там Амазоны, Авито, Цианы, которые, насколько мне известно, имеют и ВКонтакте тоже, да, имеют свои, во-первых, какие-то стажерские программы, как правило, и, да, там, действительно, периодически рассматривают джуновские вакансии, и у вас туда вполне себе есть шанс попасть. Мне кажется, Яндекс в этом плане проще всего, у них большие мощности, они охотно новичков приглашают к себе на собеседование. Если вы покажете себя хорошо, сможете стать членом команды Яндекс. Вот, что дальше по поводу технических скиллов, что, по сути говоря, что спрашивали, ну, точнее, на что забивали, да, наоборот, что раньше не спрашивали, а сейчас спрашивают. Я сделаю отдельный ролик по поводу того, какой у меня вижен на то, что должен знать бэкэнд-пайтон разработчик, сейчас начинающий. Скажу, что три года назад, когда я ходил по компаниям, что практически не спрашивали, это ну, итераторы, итераторы, и декораторы часто шли, как что-то такое, знаете, со звездочкой. То есть, ты молодец, если ты шаришь за декоратор, и можешь его написать, и объяснить, что такое итератор, ну, вы знаете, это мои излюбленные вопросы, в принципе, да, которыми я задаю, я их задаю сам себе чаще всего, вот, и спрашивали декораторы, итераторы, как правило, только в крупных компаниях, там, в ВК меня спрашивали в свое время, в том же Яндексе, декораторы, и в некоторых известных новостных агентствах, куда я пытался попасть, там тоже спрашивали итераторы, и декораторы, однако в маленьких компаниях зачастую мне вообще не задавали особо вопросов, это были вопросы уровня каких-то ну, базовых вещей, там, типа данных, ссылочность, это были какие-то базовые задачи, там, посчитать, является ли год високосном или нет, пообщаться за жизнь и разойтись, при этом у меня была такая история, что я пришел в компанию, где там трудятся несколько десятков человек, и в целом у них такая, они позиционируют себя в хорошую компанию, и у них были деньги, и я прям вот завалил собеседование, прям дно донное, там, было, как я отвечал, я уже сейчас вспоминаю, это был тихий ужас, и удивительно, что мне потом оттуда перезванивали и предлагали прийти еще раз на собеседование, вот, давайте, мы вас там готовы все равно посмотреть, там, давайте познакомимся еще раз, и это было для меня, конечно, удивительно, вот, сейчас, если ты не прошел собес, все, это как бы бан, и до свидания, с тобой там не будут повторно общаться, потому что желающих за дверью там стоит еще куча-куча, вот, что стало сейчас, сейчас требуют не просто базовое знание языка, но также просят рассказать что-нибудь про технологии, как правило, работал ли человек с докерами, с какими-то брокерами сообщений, абсолютно точно спрашивают про базы данных, про структуры данных, то есть это хешмапа, линкетлист, коллизии, это чем реляционная база данных от нереляционной отличается, то есть такие вещи, без которых работа современного бэкэндера хорошего, она просто невозможна, паттерны уже не спрашивают, мне кажется, ну, паттерны, в принципе, у Джуна спрашивать как-то странно, вот, но дать ему задачку на SQL, причем даже на конную функцию какую-нибудь, это в принципе в порядке вещей стало, особенно если вы идете, ну, это и раньше было, на какую-нибудь датаинженерскую позицию или на дата-сайенсера, вот, поэтому действительно порог здесь вырос, и как итог, пожалуй, всего того, что я скажу, ребят, ну, действительно запросы выросли у компаний, которые платят деньги, да, то есть мы понимаем, что выросли заработные платы, но также выросли и запросы у компаний, которые хотят себе кандидатов, и кандидатов много, за счет этого компания имеет возможность выбирать, уже не так бросаются на кандидатов даже с опытом, потому что я себе поставил по факту год опыта работы, да, причем, ну, на фрилансе, да, я написал, что там какие-то CRM, телеграм-боты, еще что-то, я такой весь молодец, умелый и храбрый, но без сертификатов, да, я пока еще не вешал туда ни один сертификат с Курсеры, вообще никто не в следующую итерацию, попробую их там разместить, и почему я говорю именно про Курсеровские сертификаты, поймите одну простую вещь, если вы учитесь в онлайн-школе, как правило, мотивация преподавателя, ну, во многих хайповых онлайн-школах, она, ну, поскорее от вас там избавиться, там, проверить домашку и лечь спать, и онлайн-школа хочет вас удержать, чтобы вы не забрали там свои деньги и не ушли куда-то, поэтому невыгодно вас отчислять и не выдавать сертификат. И в этом плане Курсера это здорово, потому что она не дает халтурить, если вы сдали домашку неправильную, она вам не даст сертификат, и пока вы там будете мучиться с прогоном тестов, пока у вас все не заработает, вы свой сертификат не получите, поэтому для меня, например, является знаком качества, то, что у человека есть сертификаты определенных курсов, это, например, курс погружения в Python, ну, и вообще курсы от МФТ и Питоновские, они, несмотря на то, что они уже несколько устарели, технологии уже в Python поменялись, но скажу, что там, правда, очень много полезных вещей, каких-то базовых, и если я увижу на собеседовании человека, у которого есть эти сертификаты, я, пожалуй, скажу, что да, я хочу поговорить с этим человеком, ну, потому что вот он, я знаю, какой уровень там домашних заданий, они, правда, требуют времени и требуют того, чтобы человек посидел непросто, знаете, с фреймворком там пукнул в диван, там, напилил новую формочку на HTML, смотрите, у меня там красивая стилизованная страничка вылезла, вот, поэтому не пренебрегайте этим моментом, и опять же, у меня был период жизни, когда я искал работу, у меня было 3 месяца опыта к тому моменту, и меня отрывали просто с руками, просто с руками меня звали на там 100-500 собеседований, сейчас бы я с 3 месяцами опыта я вряд ли бы куда-то вот так вот легко попал, как тогда, и на разрыв, конечно, бы я не был, вот, но что, друзья, я продолжаю эксперимент, об итогах я еще дополнительно вас проинформирую, как только я начну получать оффера, да, я скажу, вот, ребят, вот, получил такой-то, такой-то оффер на такую-то сумму, а, да, я получил в одну компанию крупную оффер на джуновскую позицию, но скажу, что для этого мне пришлось, значит, ответить идеально, просто суперидеально по питону, ну, кроме, я знаю свои слабые стороны, дам потоки процессы, меня там все-таки в лужу усадили, и то я ответил, да, то есть, вот прям вот и потоки, и процессы, и гил, и запрещенная в России террористическая организация, не, ну, вы поняли, да, игра слов, и пробел гил, значит, что, почему, почему на джуна, ну, я алгоритмическую секцию прошел не очень хорошо, решил две задачи, ну, я их решил, вот, и меня оценили в джуна, ну, собственно, есть к чему стремиться, надо готовиться к собеседованию, что ж, поэтому, занимайтесь и получайте сертификаты на онлайн платформах, учитесь и нарабатывайте знакомство в онлайн школах, если вы учитесь, ну, опять же, не возлагайте большие надежды на это, и знакомьтесь с практикующими разработчиками, знакомьтесь, потому что это ваши потенциальные учителя, это ваши потенциальные менторы, вступайте в комьюнити, потому что нетворкинг и вообще знакомство делают чудеса, можно, в принципе, даже так, люди так работу находят. У меня все, друзья, надеюсь, этот ролик был полезный, спасибо, что посмотрели, еще раз огромное сердце моим спонсорам, ребята, вы молодцы, учите питон, всем пока.